Хотя бы до 9-го места и поехать запасным. Не так далеко. До 9-й строчки Юргену 800 баллов. Ну, 800 баллов не обязательно набирать на одном турнире. Я напомню, что будет серия турниров 250, в том числе московский турнир. Это уже на следующей неделе. Потом будет еще одна неделя 250, и там будет Санкт-Петербург. Будет неделя 500, где базили Валенсия, и еще будет Мастерс в Париже. То есть в сумме еще неразыгранными остаются 3000 очков. Если представить себе, что человек какой-то возьмет сейчас и выиграет. Ну, вы, например, лично войдете сейчас, где-нибудь вайлдкарт приобретете и выиграете. Все оставшиеся турниры. Тут 2000 очков можете набрать и попросить в 20-ку мировую. Но на Шанхай уже поздно заниматься. Ну, у Рафаэля надали вопрос, участвовать ему или не участвовать в восьмерке. Он давно уже не стоит. Кстати, после того, как он проиграл Энди Мари, не доведя матч до конца, в Мельбурне многие сомневались в том, что это будет полноценный вообще сезон для Надали. Оказался не просто полноценный, а, наверное, лучший в карьере. Потому что все остальное, все, что было в этом сезоне, как только Надаль вернулся в строй, он выиграл. Все мастерсы на грунте и все оставшиеся турниры Большого шлема. И набрал 11 450 очков за этот сезон. Для сравнения, у Роджера Федорера 6 115, почти вдвое меньше. Роджер сыграет здесь же, на этом корте, после Надаль. Его соперником будет Андреас Сеппи, итальянец. Ну, а Рафаэль Надаль и Юрген Мельцер начинают свой матч. Надаль, как вы помните, выбрал прием. Первый гейм, первая партия. На подаче австриец Юрген Мельцер. Партия. Первый гейм, первая партия. Ради? Партия. 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 Начал блестящий австрийец 15-0 Размашистая комбинация Смутившая даже Надаль Ну, Надаль, хотя и готов биться С первых розыгрышей порой Он время от времени Зевает старт Даже в этом сезоне В успешных матчах у него были ситуации Когда 0-3 он получал в начале Или вообще там соперник вел с брейком По 15-ти 15-30 Ну и вот сразу Надаль Подчеркивает На свой настрой Он полетел Стримглав за мячом Очень тяжелым в угол И оттуда сыграл Прострельным ударом по линии Мельцер с полулета Мяч не смог обработать Мельцер с полулета Добавляем Мельцер с полулетом по линии Мельцер с полулетом по линии Но Юрген атаковал поначалу в этом розыгрыше И когда Надаль переходил в контратаку, отвечал грамотно И, кстати, обратите внимание, Мельцер постоянно, ну, по возможности, если успевал, переводил мяч под бэкхенд Откуда Надаль в основном отвечал резными ударами, без остроты Ну и, наверное, закономерно Тастритсу этот розыгрыш важный достался, по 30 А это ошибка, брейк-поинт Аплодисменты 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 Но если говорить о направлении, разнообразии комбинаций и вариантов о геометрии игры, то Мельцер-то получше смотрится пока Ровно, но не стоит забывать, что это гейм на его подаче И уже брейк-поинт у Надаля был И снова брейк-поинт Аплодисменты 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 Блестяще Аплодисменты Самый уголок прилетел мяч По-моему, так получилось, что минавав линию, он даже внутрь квадрата Давайте посмотрим Ну, да, все-таки частично зацепило внутреннюю часть квадрата Аплодисменты 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 Еще лучше подача Тут даже если бы Надаль рванулся и захотел, то вряд ли он... Даже он вряд ли бы справился 206 км в час скорость полета мяча и больше у Юргена Мельцера Три подачи на вылет Вот вам и грань его арсенала Три подачи на вылет при брейк-пойнте Это, конечно, против первой ракетки мира Очень серьезное достижение Ну что ж, теперь Надаль на подаче Аплодисменты Приветствую Продолжение следует... Начинает здорово Юрген и этот гейм резво принял и потом сыграл глубоко. Да так быстро еще что надо, а не успел подойти к мячу. 0.15. По 15. Аплодисменты. 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 Сетку мяч зацепил Вообще редкий трюк, конечно, удался Надале Он со второй подачи вдруг сыграл в совершенно необычную, неожиданную точку Получилась подача на вылет Ну а сейчас прием на вылет Вот так вот микроскопическое касание сетки может поменять ситуацию 15-30 И сейчас метил очень интересное место на корте Такая интимная заседка, которая мало когда мяч посещает Да, ну а вот тут большой, за сеткой просто было не видно На Юрген он специально подбежал, посмотрел По 30 Попал Надаль блестяще Что я говорю, 40-30 По одному Ну в целом равная борьба, но все-таки на подаче Мельцера уже были брейкпоинты А Надаль, хотя счет равным тоже был по 30 Но никаких брейкпоинтов сопернику не позволил заработать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 15-0 Строго в каждом гейме Мельцер выигрывает первый мяч 30-0 Мельцер Мельцер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 30-15 Не ошибается, Юрген Я еще раз напомню, что в первом своем гейме Гейме на подаче Юрген Мельцер сделал три эйса Более того, три эйса подряд Ну и вот четвертый А вот Надаль забегал сейчас под свой форпинг и в конце концов допустил ошибку Ну что ж, первый легкий гейм для подающего в матче 2-1 Впереди Юрген Мельцер, подаватель Рафаэль Наталь Забавно, что они должны были встретиться на предыдущем турнире Оба выступали на турнире в Токио и играл в третьем круге Нет, во втором круге Мельцер с Виктором Троицким Ну и, конечно, считался фаворитом Все-таки он 13-я ракетка мира к тому моменту Отличный сезон Ну, Троицкий неплохой игрок Никто не спорит Тем не менее, в всяком случае, ставки были явно в пользу Мельцера Мельцер выиграл первый сет А потом вторую партию проиграл В третьей на тайбрейке не выдержал И потерпел поражение Троицкий пошел дальше и встретился с Надалем И забавно, что абсолютно такой же счет получился В матче первый сет со счетом 7-6 выиграл соперник Виктора Троицкий Потом Серб взял уверенно с брейком вторую партию А в третьей партии был тайбрейк И тайбрейк, на котором у Троицкий были матчболы Он мог одним ударом все завершать Но почему-то словно испугался выиграть у Надаля Ну, этот плакат понятен Я думаю, многие из вас знают Если интересуетесь новостями не только спортивными Что завершилась история Драматическая, все-таки не трагическая С чилийскими шахтерами Которые оказались погребенными на глубине 700 метров Сегодня буквально в начале дня по нашему времени По московскому, соответственно, вечером по чилийскому Или даже предыдущим вечером Все шахтеры были извлечены на поверхность Ну, по-моему, как раз было 33 человека И весь чилийский народ радуется Как победе в какой-то войне Поэтому триумфу в борьбе со стихией Несчастный случай О, как красиво в ноги сыграл Мельцер 0-15 Смотрите, четвертый гейм в этом матче И в четвертом гейме к ряду Стартовый розыгрыш оказывается за Мельцером Так вот, Надаль все-таки прошел Виктора Троицкий И затем, победив Монфиса, взял этот трофей в Токио И отправился сюда в хорошем настроении Как коротко играет Рафа И как разбирает на части его позиции Юрген Мельцер 0-30 На задней линии сейчас, на старте Если говорить о комплексе всех мероприятий Лучше Мельцер смотрится Да, у Надали был потрясающий обратный кросс Когда он, по сути, от язычка попал в угол корта Надаль, конечно, отличается тем, что Он абсолютно серьезен, сосредоточен На всех стадиях игровых Но играет сейчас лучше Юрген Мельцер Тройной брейкпоинт То есть Надаль серьезно реагирует на все, что происходит Он сейчас понимал, что 0-30 Пусть это и самое начало матча, еще первого сета Потому что соперник никогда его не обыгрывал Наверняка Ну, в общем, будет первое преимущество, даже если Надаль Что-то растеряет Он все равно хотел выиграть Хотел Денисмер Ну и вот демонстрация высочайшего класса Счет 0-40 Лучшая в гейме подача получается У Надали 15-40 Не попал Ну, пошел проверять Ну, кстати Надаль Пока за второй подачей только проигрывает мяч Что ему, конечно, не хотелось бы подавать вторым мячом Но вот, смотрите, 15-40 Вторая подача Блестящая игра играет Рафа Это, конечно, феноменальный совершенно удар К которому, надо сказать, не то чтобы готова Но о котором все знают Соперники Сделать здесь ничего нельзя Отсоветовать Мельцеру играть В этот угол В такой позиции Ну, кто возьмет Он правильно все делал Ну и Надаль Великолепен 30-40 И все-таки Юрген Мельцер делает брейк 3-1 3-1 В 30-40 Когда последний брейк-поинт Разыгрывался Ну и вот Теперь Шанс уйти вперед Спасибо 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 Спасибо. Пошел к сетке. Сыграв с отскока, меч это был коротким у Надали, если бы он вообще долетел, если бы позволил ему Мельцер. Наверняка имел бы большое преимущество. 0.15. Он, кстати, впервые открывает счет в гейме не Мельцер. Надаль опять достает, правда, без остроты уже тяжелейший мяч. По 15. Ох как! Мельцер переиграл Надале. На глубокий и неудобный мяч ответил полугоркой. В общем, в мужском теннисе этот прием редко применяют. Надаль не раскрутил. Мы все хвалим всегда и отмечаем вращение, которое придает мячу Раф. Но ведь и Мельцер сейчас так все завернул, так упаковал. Мы все-таки можем передать. Ах. 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 Бо. Переигрывал Мельцер Надаля до поры до времени Но потом он подставился Позволил Надалю выйти на их сетки И здесь уже бил у испанца преимущество Вот этот укороченный, наверное, не совсем хорошим получился Прострелить не удалось в позиции Надаля и свечка не прошла По 30 40-30 Я помню, что уже 4 эйса на счету австрийца И несколько подач Который не смог принять Надаль 4-1 Юрген действительно уходит вперед Потому что 3-1 это, конечно, преимущество Но всегда после этого, после того, как ты сделал брейк Прежде чем сделать вывод Нужно закрепить свой успех выигрышем собственной подачи 4-1 Но уже мы сегодня с вами наблюдаем за событием сверхъестественным Дело в том, что ни разу еще в первой партии Своих матчей с Надалем Юрген Мельцер не брал 4-х геймов А сейчас он взял у Надали только 1 Я напомню, что их первая встреча 2 года назад состоялась здесь же в Китае Только на турнире в Пекине И Надаль выиграл 6-0, 6-4 В 2009 они играли на Мастерсе в Мадриде Победа Надаля 6-3, 6-1 И наконец в нынешнем сезоне На французском чемпионате На турнире Большого Шлема Надаль выиграл 6-2, 6-3, 7-6 Единственный сет, настоящий мой упорный Это тот самый тайбрейк третьей партии Но хоть он и был упорным Вряд ли в этот момент можно было представить себе Что Мельцер выиграет у Надаля матч 2-0 по сетам Нарлан Гарос Полуфинал Чтобы Надаль проиграл Ну даже если бы тот тайбрейк достался Мельцер Но все равно шансов наверное у Йоргена не было никаких А вот сейчас Согласитесь Такое впечатление, что Надаль может и вылететь Но оставаться в том же режиме Это Надаль может несколько часов А хватит ли Мельцера Для такой игры и точной И спокойной, и тактически грамотной Это большой вопрос 4-1 впереди австриец На подаче Раф Аут 15-0 Хотя Мельцер опять был Активнее По пятнадцати сетка помещала Надалю Аут 15-0 Глубже, костре играет Что-то не в каждом розыгрыше Юрген Мельцер 15-30 Йоким Нюстрим своим глазом не верит, похоже Ох, какой удар 15-40 Двойной скрытый сетбол у Мельцера Это после атаки на Даля В самый угол Он вытаскивает мяч Он занимает собой всю площадку Смотрите, успевает Мельцер Отыграть резным ударом И он уже подходит к мячу С хорошим запасом В противоположном углу корта И потрясающе, конечно Удар свечой И он не имеет 15-40 30-40 Ничего еще не решено в этой партии Да и два-то брейка с Надалем Это еще не тот запас Чтобы Быть уверенным в победе Но если сейчас Надаль отыграется Он еще и Получит подпитку эмоциональную Да, сейчас слишком широко Сыграл Надаль Йорген не успел Два брейкпоинта В этом гейме Рафа сумел отыграть Все считают, что мяч попал Кроме Мельцера Аут Аут маленький Но это аут Чем рожи строить Смотрел бы внимательнее Достанет, достанет Такой мяч Надаль Это Для него обычный Регулярный забег Упражнение Тренировочного формата Больше Больше Но Мельцер переигрывает Надаль на задней линии Регулярно Ровно Не то чтобы какими-то Всполошными ударами Ни с того ни с сего Бывает так Ведешь игру за счет Того, что соперник от тебя этого не ждет Прежде всего А здесь он подготавливает атаку Он острее, он глубже Мощнее в конце концов Часто оказывается Вторая подача Счет ровно Больше Ну вот здесь Надаль Сыграл очень точно Точность-то не только в том, чтобы попасть В корт Но и чтобы попасть в неудобное место Корта для соперника Еще забавная ситуация Еще до окончания этого розыгрыша Я обратил внимание на нее А сейчас это и усугубилось Сэфир Помните, я говорил, что Надаль на старте Все свои мячи со второй подачи проиграл С тех пор он все вторые подачи выиграл А все первые проиграл У него сейчас процент выигранных мячей На второй подаче стал 67 4 из 6 А на первой подаче 44% выигранных мячей Вот опять первая подача И он ее проигрывает в результате Это вновь скрытый сетбол У Юргина Мельцева Пятый брейкпоинт Шестой, прошу прощения, брейкпоинт У австрийцев Чуть-чуть не попал Ну, конечно, Мельцер будет проверять Потому что цена огромная Но, скорее всего, там аут внушительный Ну, да, конечно Надаль не мог ошибиться Он мгновенно прямо перед носом У него мяч опустился Он поднял руку Ровно Аут, помешала сетка Надалью Кстати, редкая невынужденная ошибка Для Рафы И снова брейкпоинт Надаль отправляет мяч Глубоко Теперь в аут Почти в фон Опять же, после первой своей подачи 9 минут гейм продолжался И вообще сет длится Уже сильно больше получается 36 минут А всего-то 6 геймов сыграет Здесь на харде Можно сравнить с предыдущим матчем Который на центральном корте проходил Уже Элфред Санга Играл с немцем Флорианом Майером И там они в среднем 4 минуты тратили на гейм И это было нормально Бывает даже и быстрее Ну, а сейчас 6 минут на гейм Однако в пользу одного Танисиста развивается счет И Юрген Мельцер открывает И счет уже В седьмом гейме При счете 5-1 Вот такой счет на счет счета В нижнюю часть сетки Мяч попадает у Надали 30-0 Я скажу вам честно Ну, через 2 минуты, конечно 30-15 Попал мяч в линию Первая подача 40-15 Двойной Сетбол Вот теперь скажу Я такого беспомощного Надаля В этом году не видел Ни разу Мне, кстати, довелось Комментировать матч В котором он сет проиграл Тоже на Мастерс Это было летом в Канаде Соперником был Филипп Кальшрайбер Ну, потом Надаль собрался И два сета Даже без тайбрейков В хорошем В плотном режиме Отстрелял 6-3, 6-4 Хотя уже было видно В тот момент, что он не готов Как следует На турнире играть И в следующем раунде Он легко Проиграл Энди Мари Ну и вот Семь эйсов У Юргена Мельцера Процент попадания Первым мячом У Надали 77 Но из этих своих Первых подач Он Две из трех Две из пяти Проигрывает 40% Чистых В эйсов У Мельцера 15 У Надали 4 Ну и ошибок Даже больше У обычных Безупречного Рафы Брейкпоинтов В самом первом гейме Было два У Надали Он их не реализовал Потом взял свою подачу А больше не выиграл В сети Вообще Ничего Редактор субтитров Ну я обещал вам не рассказывать Результат матча Робина Судерлинга Давида Феррера Поскольку мы этот матч записываем Будем показывать А вот Что касается Парных встреч Что Тут Я думаю Скрывать нечего Просто очень любопытно Что сейчас играют В паре Друг против друга Живил Фред Сангай И Новик Джордж Вообще И тот и другой Играет достаточно редко Парные комбинации Цунга играет Со своим соотечественником Микелем Льодра А впереди У французов Напомню Финал Кубка Дэвиса Ровно как и у сербов Так что Этим наверное С этим и связано Участие Джоковича И Цунга В таких матчах Ну а Джокович Играет Джонатан Эрлихом В паре 15-0 15-0 Попал Попал А вот Мельцер Как раз в такой же ситуации Отправляет Я сомневаюсь В том что Мельцер Сейчас Резко сдаст Бывает что выиграв Партию Но у равного Соперника Тот или иной Теннисист После этого Чуть-чуть Позволяет себе Расслабиться Внутренне Успокоиться На самом деле Это Один из важнейших Факторов Умения держать Концентрацию На протяжении всего Матча Турнира Сезона Карьеры Но Такой соперник Как Надаль Он в принципе Не позволяет расслабиться Так что Мельцер Должен и сейчас Играть Как будто Ничего еще Не произошло И нет запаса Выигранной Первой партии 0.15 Ну так вот Джокович Сеарлехан И ее драться Там самое начало И просто Сам по себе Любопытен факт 2-1 Впереди Французы На подачу Сапер Очень глубоко Сыграл Надаль Опять же Неудобное вращение 0.30 Мирна Юкич Так зовут Нынче девушка Юргина Мельца Отличная подача Напомню что 7 эйсов В первых 7 геймах Было у Юргена Ну точнее 7 эйсов В 4 геймах На своей подаче Аплодисменты Сравнял счет Сравнял счет Юргин И вот как раз Та острота Которая Собственно И была его Главным козырем В первой партии И наглость Городская Помогла сейчас Ударов Противоохранность И опять уже Два чистых выигрыша В гейме В австрийце Какой перевод Попал Мельца 40-30 Держится Хотя вы видели Его жест Его мимику точнее Вздохнул с облегчением Потому что Немножечко повезло Берет гейм Берет гейм Австриец Это очень важно Для него Не отпустить На старте Надаля По-прежнему Ведь Надаль Фаворит матча Но кто скажет Что в ближайших геймах Мельцер Должен играть Лучше Надали Если Надаль Наберет свой ход Если Мельцер Чуть-чуть испугается Его То Не составит труда Надалю выиграть Две партии Но Если Юрген Юрген Так же как в первом сете Будет за каждый мяч Сцепляться И атаковать все время У него есть шанс Тоже попытка атаки Но мяч все-таки 15-0 Попадает на линию Ну еще действительно Фортуна на стороне Юргена По 15-ти 30-15 Вот процент выигранных мячей После первой подачи Надаль Надаль Слегка выправляется Второй партией А я Вы знаете Чем занимаюсь Я ищу сейчас Статистики За прежние годы Когда же Последний раз Надаль Проиграл сет Со счетом 1-6 А ну вот Отношу На кулак буду назад Весь 2010-й год Просмотрелся Заседов не было 1-6 У наступил Николаю Довуденко В Лондоне На Мастерсе В прошлом году В групповом турнире С которого из группы Он не вышел Програлся кремль Мяч-то попал У Мельцера Да и много попал И Мохаммед Лайни Уже второй Раз допускает Довольно грубую ошибку Переиграть Продолжение следует... Угадал Угадал Мельцер А Надаль еще и промазал По 30 Но если говорить о том Когда Надаль Был таким беспомощным Последний раз То наверное В финале В полуфинале US Open Прошлого года С Фаном Мартином Дельпет Брэйпоинт Брэйпоинт Мельцер Идеально точными ударами Дерзкими И техничными А на этот раз ошибается Йорген Ровно Это подача Надали? Это была подача Надали? Я ей не обратил Внимания Мельцер А что-то судьи сегодня Ошибаются Слишком часто Ну здесь уж точно Аут Перехитрил Перехитрил Надаль Уже однажды Он такую вторую подачу Подавал И даже сделал Эйс Казалось Но Касание сетки было И все-таки Гейм достается Рафи 2-1 Впереди Ну что ж После музыкальной паузы Йорген Мельцер И Рафаэль Надаль Готовятся к следующему Раунду Игра до 6 очков 2-1 Впереди Надаль Опрос задает Йорген Мельцер Из Австрии 0-15 0-15 0-15 Девятая подача на вылет. Десятая. Девятая подача на вылет. Сейчас он знает, что делать с мячом и как смутить Рафа. Но от рейса в гейме это гарантия, почти гарантия Победы по два. Девятая подача на вылет. 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 Вперед, выиграл позицию, но не выиграл мяч. 40-30. И мяч-то не просто важный. Это же был бы брейк-поинт. Вот турнир серии Мастерс. Битва в третьем груди уже. Между такими потрясающими игроками. Мельцер в лучшей форме. Вполне, надо полагать, заслуживает место в десятке. Ну, а Надаль есть Надаль. Хотя, наверное, это худшее из покрытий для него. Все равно он лидер. И он главный претендент на победу. Но пока Рафа не может даже справиться с Йоргеном Мельцером. Впереди, кстати, сетка удобная. Более-менее, потому что на другой стороне. Федерер, Джокович. Джокович будет играть с Гильермо Гарси Лопесом. Федерер с победителем матча Сёдерлинг Феррер. Я о нем вам обещал не рассказывать. Чтобы вы потом записи посмотрели. В общем, там состав в любом случае сильный. Потому что Федерер, потому что Джокович. А здесь, после Мельцера, если Надалью себе удастся его пройти, будет победитель матча Хван Монако Миша Зверев. Согласитесь. Это не то, чтобы легкая добыча для Надали, но гораздо более простой соперник, чем сегодня. Кто бы не выиграл. И, наконец, в полуфинале Надаль сразится с победителем пары... Опять же, Надаль, либо Мельцер, может кто-то из совсем уж темных лошадок... ...сразится в полуфинале с победителем пары Марри Цунга. Такая ситуация. Два часа... Нет, почему не было два часа. Час и две минуты. Продолжается эта встреча. Вторая партия 3-2. Впереди Надаль на подаче Юрген Мельцер. Немножко не доиграл Надаль. И оставил шанс Мельцер, ну а потом зарезал мяч. АПЛОДИСМЕНТЫ 0-15. По 15 Отличный прием на Даля Отцепляется Что? Но челлендж Он по ширине ушел По длине попало А по ширине был в коридоре Надо проверить Все-таки решил мельцем Ну цепляется соломинка Потому что он проиграл По сути Да, он всюду ушел По длине, по ширине Хотя вот от уголка Так, по диагонали Который еще Продлежит корту Он был меньше Чем на расстоянии окружности мяча 15-30 На два мяча Можно не трогать этот мяч По 20-ти Мельцеру о втором сайте Гораздо сложнее Держит свою подачу Хотя Даже был гейм И он рейсы выполнил Все равно Там Надаль набрал очки И ведет все время Надаль В геймах На прием Но мельцер, конечно, боец То, наверное Собственно, он сейчас проявляет В своем характере Чего ему не хватало Очень долго И вот В 29 лет Он становится таким Мастером Настоящим Профессионалом И игроком элиты Нельзя Нельзя Все-таки Второй подачи С ногами Брейкпоинт Сейчас опять какое-то мальчишество Взыграло в нем А вот с первой подачи Можно было бы и пойти к сетке С такой выбивающей А он дождался мяча И, по-моему, две тактических ошибки Как раз его и привели к поражению 4-2 Надаль впереди с брейком Ну и вот Ощущение, которое не покидало Даже В перерывах между партиями Сейчас скристаллизуется В реальность Надаль остается фаворитом Этого матча Да, если закончить карьеру Тунисиста, друг То надо идти ему в бодибилдинг Там может не меньше заработать 0-15 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что вы здесь иные, ребята? Ай-яй-яй Вот Мюльцер Во втором сете Начал допускать Такие ошибки Которых он Практически не имел Но в первой партии Ведь выигранный мяч По позиции По 15 30-15 Еще одна неточная стерка По-моему У него всего 4 гилл А во второй Ну вот смотрите Нет, 8 А 8 все-таки Но во второй уже 10 При том, что сыграла Несколько меньше Еще одна не вынужденная ошибка И 40-15 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Проснулся Метцер 40-30. 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 Это он с Надалем так играет Ну, кстати, может быть, в том тоже его проблема, что он не всегда готов с соперниками послабее И, главное, не ведущими такой артиллерийской игры биться на полном пороге Да, Надаль здесь просто отбрасывает, мяч от себя 30-0 40-0 Заснул человек, который за титры отвечает Надаль уже и играть не стал Ну, и не нужно ему играть Ему сейчас подавать на вторую парту На чужой подаче Ловить было нечем Синеприю Синеприю Добрый день, сладкий хором! Добрый день! не отпустит это понятно в принципе спасибо 40-0 Сейчас в порядке у Жирафа И остановить его крайне сложно Вот даже во втором сете Мельцер напоминал Что сегодня уже выиграл партию со счетом 6-1 И делал брейки и вел потрясающий теннис И в решающем сете Возможно мы еще увидим равную борьбу Ну а пока Надаль имеет тройной сетбол И в этой партии все кончено Причем с легкостью разгромили В этом деле своего соперника Рафа С чистыми ударами по углам Немножко повезло попал в заднюю линию Но тоже он это планировал 6-3 Много ошибок в этом сете у австрийца Ну и что касается других элементов статистических То смотрите процент попадания первым мячом у Рафа прежний При этом он первые подачи свои выигрывает В отличие от первой партии Чистых выигрышей кстати у Мельцера по прежнему больше Благодаря эйсам 5 эйсов и еще 6 выигрышей Уже непосредственно в розыгрыш Чистых у Наталья 9 Все задние линии у сетки Ну чистых выигрышей с подачей у Наталья нет А ошибок у Мельцера на 8 больше Что касается брейкпоинтов То свой единственный шанс реализовал Наталь Это сделать не удалось Йоргину Мельцеру По одному Решающая партия впереди Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Также напомню что по окончании этой встречи На центральный корт выйдут Роджер Федерер и Андреас Септи Это лево Ответ Редактор субтитров А.Семкин Три-пух Третья партия на подаче Йорген Мельцер. Второй мяч. Не согласен, Мельцер? Ну, тратить челлендж на первом же розыгрыше, наверное, неразумно. А вот то, что бросился в атаку, сразу Мельцер, это, конечно, делает ему честь его настроек, умению с первых же мгновений. Пусть с нового игрового отрезка, с чистого листа, третья партия, тем не менее. Бросаться вперед и главное все держать в своих руках. Все под контролем. Все проиграют. Все проиграют укороченные, которые только выполнили сегодня Мельцер с задней линией. Если где-то он будет на кавкорте, а на даль уже у фона, ну, это не считается. Но, что называется, в исходном положении, ну, как пешки на своей, на седьмой и на второй горизонтали стоят, так теннисисты на задней линии. Вот отсюда ни одного укороченного не выиграет Мельцер. Могу биться об заплате. Да не нужны ему укороченные, прекрасно идет игра. И не надо ничего изобретать. 40-15 Двойная ошибка. 40-30 Кстати, первая двойная. Вот они в матче. Но при 12 эйсах и еще примерно таком же количестве выигранных одним ударом подач, я думаю, оттуда они сделаны. Мельцер берет кейм на старте решающей партии. Мельцер берет кейм на старте решение. Субтитры делал DimaTorzok 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 Меликолепен Мельцер и даже Надаль с его скоростью, с его точностью ничего не смог поделать. Мельцер вытащил мяч в своем стиле и бросил через коридор. Хорошо еще не мимо столба. Такое тоже бывает. Но Мельцер был уже наготовлен. Как справился Юрген с острейшей атакой глубоким ударом Надали. Вынужден был даже присесть почти на дно колена. И тем не менее этот удар в свою очередь получился очень неприятным для Рафа. 30-0 40-0 Предложил еще раз попробовать Надалю. Вариант, который сегодня уже проходил, вот эти феноменальные его обводящие из углов, когда Надаль по непредсказуемой траектории обводит. То по линии, то по диагонали. Но сейчас Надаль не справился. Ну и в итоге легкий гейм остается. Австрийцы 2-1 впереди. Вообще, если первый сет 7 геймов играли 50 минут, то следующие вот уже 11 геймов сыграли за 40 минут. Ну не 50, но 50, конечно, я вас обманываю. 40 минут играли 7 геймов. И за 50 сыграли вот уже 11. Ну все-таки побыстрее пошла игра. Плюс два перерыва между сетами уже было за это время. Плюс два перера уже было за 12 минут лет. И istediые küçük Simpsons в игре. 10 лет, 10 лет. Иии. Субтитры сделал DimaTorzok 15-0 3-0 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 4-0 3-0 4-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 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 5-0 5-0 5-0 4-0 5-0 6-0 5-0 5-0 5-0 6-0 5-0 4-0 5-0 5-0 3-0 5-0 5-0 Валерий Кузьмин Ушибается Мельцер Процент попадания первым мячом Он отдали за 70 А у Мельцера в двух первых партиях то нормальные 58-57 Ну жить можно А сейчас 31 Опять аут Вот смотрите по 30 И начал нервничать Умельцев просит вспышки не использовать Зрители Но вообще-то это резонная просьба Здорово играет Мельцер Здорово Он сейчас настоящий свой теннис сыграл И Просто я Утверждал нескольких геймов назад Что Если укороченным мячом он что-то выиграет То в том случае, когда он его Совкорда будет укорочить Здесь стоит надеваться бы или нет Да и Надаль был Далеко Мы болеем за Надаля Молодой человек Ура Ура В атаке и грубую ошибку допускает друг Ни с того ни с сего 3-2 Выдержал Мельцер По-моему очень сложный момент Прошел австрийец 30-0 Потом две ошибки неприятных Немножко он затрясся Но вот Надаль помог Да и сам тоже он не плашал На Надаль, я надеюсь Награжды привязаны 3-2 3-2 По окончании шанхайского турнира Разъедутся Многие по домам Потому что на следующей неделе Ранг 250 турниров Включая Кубок Кремля московский И элитные игроки В основном будут отдыхать Но Не обязательно Что прямо все Причем недели таких будет две На первой Играются А нет, прошу прощения Да, две На первой играется только два турнира А именно Стокгольм и Кубок Кремля А на второй сразу три параллельно пройдут турнира Это Санкт-Петербург Турнир в Австрии Где наверняка будет выступать Мельцер Все-таки на родине у себя дома в Вене Он живет в небольшом городке Ну как и большинство теннисистов То есть взносы Такое загородное место А сам он из Вены Ну и турнир в Монпелье пройдет И наконец будет неделя Где два турнира по 500 Это Валенсия и Базель И завершится регулярный сезон в Берси В Париже После чего Теннисисты разыграют уже восьмерку Только избранные соберутся в логере Шестой гейм решающей партии Матч третьего круга на турнире серии Мастер в Шанхай Рафаэль Надаль против Юргена Мельцера 4.00 0.15 0.15 С Форханда У Надаля всего одна ошибка была В втором сете, который он выиграл А сейчас шестой гейм Четыре ошибки с Форханда Правильно все делал Мельцер Он не стал углов давать Надале Вернул по центру, но очень сильный А Надаль оказался не готов Он уже на низком старте бежать в угол Оттуда доставать Своей любимой Обводящей выполнять А тут-то конечно Была вот, можно не показывать 0.30 А вот это очень, я думаю, досадно сейчас И всем, и самому Юргену, и тем, кто за него болеет Момент опять для атаки А он дарит При счете в 0.30 Надалю шанс Но продолжает Мельцер атаковать 15.40, двойной Брейкпоинт И в какой момент остается-то Очень короткая дистанция до финиша 15.40 Хотя как знать Если Надаль отыграется, может быть еще они будут биться Добрых полчаса Ошибся Надаль 4-2 И снова обратите внимание Мельцер не стал играть по углам Ну как в улыбке Ну как в улыбке Расплылась подруга Мельцер Юргена Шанс-то великолепно обыграть первую ракетку мира Условно Условно сама сейчас на корте Трудно сказать Играет ли она в теннисе И не знаю Играет ли она Играет ли она Играет ли она Проверять попал Мельцер с подачи Не попал ведь А ведь не попал И Рафа не стал спорить Ну потому что заигран Управдание арбитра Скажу Что однажды Это конечно не оправдание Но с точки зрения спортивной И с точки зрения справедливости Однажды такая ситуация была Когда подавал Надаль Важный мяч выиграл Оказалось что подача была не точной Но Мельцер не провел Это было во втором сете Ну а Юрген Терроризирует соперник Потрясающей подачи 40-0 Еще одна подача на вылет Их у Мельцера по-моему уже 15 14 Еще одна и будет 15-0 Это как раз может произойти В гейме Когда будет Мельцер подавать Если он будет подавать И сделает счет 15-0 Во всех смыслах Но пока По эйсам 14-0 А по геймам 5-2 В решающей партии Впереди Юрген Мельцер Как-то сказал я в начале трансляции О том что у Юргена были Славные мобильные Но никак он не мог стать Стабильным игроком Но что значит славные Таких по-моему не было Я вот не припоминаю Но во всех случаях с Надалем у него счет 0-3 Об этом мы говорили До В нынешнем сезоне Хотя он и очень удачен Победа над Ноуком Джоковичем на Ролан Гарос Это главное пока достижение В пяти сетах тогда Юрген выиграл Но и по большому счету Игрока подобного калибра Лишь однажды прошел Юрген Ну а раньше Может быть они и были Мне просто вот на память не приходит Можно порыться в статистике Чтобы Мельцер одерживал Вот такую победу В прошлом году здесь в Шанхае Обыграл Хуана Мартина Дель Потро Но Дель Потро как раз тогда и получил И загубил свою травму Которую вообще не играет Дель Потро был чемпионом ЮСОП Пятой ракеткой мира Но тоже победа неплохая Если бы не отказался аргентинец по ходу ночи В это время Надаль на подачу при счете 2-5 15-0 По пятнадцати 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 Браво Хорош он еще и тем, что хочет выиграть этот гей Очень часто бывает, сделав брейк, подачу чужую Используют как возможность временной передышки Теннисисты А здесь Мельцер понимает, что Наталья никак не обретет свою игру А у него самого все ладится, бросается атаковать И 15-30 Вторая подача Двойной матчбол у Юргена Мельцера И вы знаете, тем более это выглядит сенсационно, что Наталья выиграл второй сет Ну бывают провалы у всех И выиграй Мельцер 6-1-6-3 Тогда бы сказали, вот Наталья-то был совсем не в форме Он оказался не готов А мы видели во втором сете Настоящего Рафа И вот его разрывает Мельцер на части Промокнулся Юрген Нет? Ну надо проверить, надо проверить Мне показалось, что там аут У Мельцера Ну сам проверяй Юрген, если сказали аут Мельцер, да На матчболе Как сложно будет сейчас ему собраться, если действительно аут Ведь он уже в душе пережил этот всплеск победных эмоций И попадание! Браво! Юрген Мельцер, главный Ну что, нужно засчитывать, засчитывать Нет, переигрывать Но Наталь, наверное, ничего такого не слышал Эх, мне кажется, это несправедливо Мне кажется, что Наталь не слышал этого выкрикка и сыграл уже Вот, потому что не смог мяч вытащить Хотя, как знать Ну вот так 30-40 Ха Матчболы, говоришь? Хм Это Все-таки Наталь Вот уже и нет никаких матчболов Кстати, думали мы, что будет 15-0 по эйсу В пользу Мельцер Не будет И сейчас попал Раф Три подачи подряд не смог принять Мельцер Ай-яй-яй-яй-яй Ровно Ну вот, может быть, теперь Хотя бы Ну этот розыгрыш Восстановит справедливость для Юргена Точнее, даже делать справедливость А в том В его внутреннем состоянии На котором сейчас вся его игра базируется Но это проверка Настоящая проверка для австрийца Еще один матчбол От И этот мяч Я напомню, что во встрече С Виктором Троицким На предыдущем своем турнире Рафаэль Надаль два матчбола отыграл Здесь, следовательно, уже три Ситуация, конечно, там была проще Там был тайбрейк Когда ты отыгрываешь матчболы То оказываешься рядом Со собственными матчболами Переиграл, переиграл Здорово сейчас Надаль Противокод, значит, отправил Даже не применяя Как обычно Сверху силы Он просто очень точно так погладил мяч Увел его от соперника Больше Такие вещи Надаль позволять делать нельзя Мельцер Мельцер сыграл даже не в угол А просто На ракетке Почти Надаль Тому стоило Слегка поправить прицел И Следующий удар И сыграть По диагонали 5-3 На матч подает Юрген Мельцер Которому очень сложно будет собраться Сейчас Но у него в запасе есть подача Сегодня на поле 14 эйсов Сделано встречи Молодец Неподача не дала ему сразу преимущество Но он успел удержать игру на равных Как минимум За счет глубины первого удара И тут же По восходящему мячу По линии пробил 15-0 Но у него челлендж последний Поэтому проверять такие не нужно Мячи Может пригодиться В лучшем Дошел до сетки И вовремя как Юрген мяч Укращает 30-0 Тройной матчболу Австрийца Он заслуженно Заслуженно Имеет преимущество Я уже Не стану торопиться Употреблять глаголы Безапелляционные Вторая подача Все А вот это победа Юрген Мельцер Всего-навсего Вроде бы Выходит в четвертьфинал Турнира серии Мастерс В Шанхае Ну во-первых Для него это повторение Лучшего результата сезона Он только в Мадриде Был в четвертьфинале Из восьми турниров Этого ранга Ну и во-вторых Юрген Мельцер Одерживает Пожалуй Свою самую Яркую победу Ну может быть Наряду с выигрышем У Джоковича Наролан Гарос В этом сезоне Вторично он Совершает Такой вот Спортивный подвиг Тем более Примечательный Что Надаль сумел Собраться Проиграв первую партию Со счетом 1-6 Рафа показал Отличнейший теннис И взял второй сет И выходил На старт Третьей партии Наверное Даже вновь Обретя статус фаворита Но Мельцер Играл Действительно блестяще Статистика Это еще подтвердит Обязательно с вами Ее дождемся Потому что Нужно оценить Надаль ведь был хорош На первой подаче Как это с ним обычно и бывает Общий процент 74 Но Первая подача Не помогала Надалью так Как она помогала Юргену Мельцеру 14 эйсов При всего одной Двойной ошибке И Главная агрессивная игра Задней линии Очень много чистых выигрышей Очень много Действительно Интересных И Разнообразных При этом Очень мощных ударов 37 Выигрышей у Мельцера Только с 17 Надаль И даже если вычесть Эйсы Получится 23 16 Преимущество Мельцера Внушительно А невынешних ошибок У них поровну Не так много Для трехсетного матча Хотя Порой Казалось что Игра не совсем чистая Ну и брейкпоинты 3 из 12 Реализовал Мельцер Это подчеркивает Его В общем Очень большое Внушительное Преимущество Над первой ракеткой мира Два часа Продолжалась встреча Я надеюсь Что все Кто ее смотрел Даже вот тот Болельщик Надали Искрометный Китаец Получили Удовольствие В поражениях Тоже есть Своя прелесть Надали еще свое Выиграет Ну а Мельцер Пойдет дальше И сыграет Сэнди Мари Нет Прошу прощения С победителем матча Хуан Монако Миша Зверев А может быть и Сэнди Мари Но тогда уже В полуфинале